Ас-саламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. Итак, дорогие братья, наконец-то настало время, когда можно поговорить о действительно красивом. И это моя мечта. В прошлый раз я сказал мечта многих, но сегодня мы поговорим именно о моей мечте, с которой я делиться не хочу с другими братьями. Пусть будет так, что я эгоист в этом плане. Нет, это не РПК и это не АКМ. Сейчас мы вам покажем. Ну что, готовы? Бисмиллах. Узнали? Да. Это АКСМ4У. Тюльпан. Ксюха. У нас называется Бен Ладния. Или называется Кринков. Или называется АК Кашира. АК Кашира, то есть это АК Короткий. Данный тюльпан или тюльпанчик. Помню, я в Чечне так говорили. Немного, совсем немного потерпел апгрейд. Сейчас не надо говорить родное дерево, классика, не классика. Я вас вообще не поддерживаю. Мне вообще не нравится эта деревянная фурнитура. Мне нравится современный обвес. Особенно алюминиевый. Но, учитывая то, что данный обвес, данный автомат и все, что здесь стоит, у нас в наличии есть, будет уместно считать, что это очень красивый подходящий обвес. То есть, данная фурнитура от турецкой компании ДЛГ. Она у нас в наличии есть. Она очень приятная. То есть, очень хороший, качественный пластик. Здесь есть такая система для крепления планок. Вот с этой стороны видно. То есть, откручиваем болты. Эта планка снимается. Здесь есть вентиляция. Есть и снизу, и сбоку. Тут интересная рукоять. Ну, если снять вот эти вот планки по бокам и снять вот это вот гнездо для антабки, то цевьё будет выглядеть очень минималистично. Но хозяин сделал так, как ему хочется. И мне тоже нравится. Рукоять тоже чуть массивная, но всё равно очень приятная. Он также поставил планку. Рукоять тоже от ДЛГ, как вы видите. И приклад. Он обмотал приклад паракордом. Выглядит это, да, вот просто идеально. Просто красивее некуда. А на ощупь, вообще, вот если приложить сюда щёку, очень приятно. Машала, Лаумабари. Очень красиво. Вот он, Кринков. Тюльпан. 30 патронов. Полный магазин. Вот это вот продохранитель от компании Армакон. Насколько я знаю, это российская компания. Скорее всего, его привезли, я помню. Ну, очень дорого стоил. Но не обязательно. На тюльпан это ставить. В общем, можно. Ну, если себе позволить тюльпан, то почему не позволить данный флажок продохранителя. Конечно. Здесь стоит пламя-гаситель от компании Стрела. Пламя-гаситель очень красиво смотрится на данном оружии. Работа данного пламя-гасителя заключается в следующем. Тюльпан и любой короткоствольный автомат калибра 5,56 или 5,45 или 7,62 на 39. Когда ствол укорачивают, имеет очень сильный звук. То есть так, что если ты окажешься в каком-то закрытом помещении, то звук будет настолько сильным, что твой слух может выйти из строя. То есть ты просто не сможешь услышать команды. У тебя просто будет сильнейший звук в ушах. Поэтому штатно, как я читал, как я смотрел видео, когда рассказывают про оружие разные, их инженеры и так далее, задумка штатного пламя-гасителя. Говорят, три задачи, два из них конкретные. Два из них конкретные. Конкретные это то, что уменьшить звук и гасить пламя. В каком-то определенном процентности он гасит. И оно работает. Ну, тюльпан, какой бы у него пламя-гас не был, все равно звук у него нормальный. Но без пламя-гаса или без такого дульного устройства звук бывает намного сильнее. Поэтому, по сути, свою работу он выполняет. То же самое. Данный пламя-гас имеет одну воронку. Вот такую вот воронку. Что имеет... Он выполняет небольшую роль глушителя. То есть глушит звук. И также уменьшает искру. Я когда проверял вот такой вот пламя-гаситель на АК-104, вместо штатного, и проверяли штатный, конечно, штатный пламя-гаситель от АК-104, который аналогичен пламя-гасителю данного автомата, гасил лучше, чем стрела. Это мы... Я сам стрелял, сам смотрел. И другому дал пострелять, и сам отошел, смотрел. Реально, свою работу лучше. Но красота спасет мир. Есть такое вот выражение. Поэтому это реально красиво. Ну, мозг сожрал хозяину данного автомата. Тоже я, чтобы он пошел, купил данный пламя-гас. Он его купил. Тюльпан тоже он купил. Ну, я ему сожрал мозг также. Он пользовался АК-104. АК-104 неплохой автомат, но... Данному брату я посоветовал бы тюльпан. Ну, легкий автомат. Очень легкий. Очень прикольный. Магазин легкий. Маленький. Нормальная точность. Что надо еще? Ничего. Все. Почему мне нравится данный автомат? Я, когда вот в голове крутятся вот так вот мысли, когда я еще был любителем аэроплатформы, мне аэроплатформа нравится. У него есть свои плюсы. Особенно, когда я... Чем больше я использую разные... Познаю некоторые моменты, мне начинают нравиться некоторые нюансы в платформе AR. То есть, в М4, в М16. Мне некоторые вещи нравятся. И из-за них я хотел бы иметь такое оружие, как М16, допустим. Пусть будет это А2, без разницы, планка съемная. Или М4, нормальной длины. Когда у меня был на ВСКе короткоствольный автомат калибра 5,56, я хотел себе сделать верхний ресивер. Верхний ресивер. Я нашел ствол отдельно, нашел отдельно ресивер. Ствол там стоил 125 долларов, а чисто вот этот вот ресивер, Апер, он стоил где-то 75 долларов. Их можно было собрать воедино, потом там 100 долларов потратим на цевьё. Можно было сделать так, что если мне надо пойти куда-то примерно на разведку, или мне нужно второе оружие, одно я беру с собой, примерно снайперскую винтовку и так далее, я беру с собой короткий автомат. То есть, приклад всё остаётся, снимаю верхнюю часть. Я раньше показывал это на видео. Когда мне надо примерно выполнять работу прикрытия, то есть, идут 4 снайпера, 2 снайпера, 1 снайпера, 3 снайпера, 10 снайперов, я иду как человек, который должен прикрывать. То есть, я ставлю прицел определённой кратности, ну, пусть будет начинание с трижикона 4, 6, 4 крата, 6 крата, ну, до 10 крат, оружие, которое будет стрелять примерно очередями, ну, автоматическое оружие. Я вот так вот себе тогда планировал, но так и не получилось собрать. Я разлюбил платформу Air из-за одной поломки. Оказывается, это была стандартная поломка, то есть, ничего страшного в этом не было, но всё равно я не захотел дальше иметь Air-платформу как основное и единственное оружие, на которое бы я полагался. Поэтому мне калибр всё-таки нравится, и 5,56, и это оба калибра мне нравятся. Но, как бы, аналог данному калибру, соответственно, из советского оружия, я вижу пятёрку. Семёрка мне вообще не нравится. Я этот вывод сделал, исходя из того, из своей практики, из своего опыта. Есть братья, которые, допустим, у нас на канале, в Инстаграме, Абдуллахед называется, его канал, 3,6 или 690, допустим, постоянно брат объяснил, он обосновал, почему он, когда вначале все пользовались пятёркой, он пользовался пятёркой, потом, когда произошло вот это вот лобовое столкновение, или когда он начал, как бы, участвовать в ближних боях, то есть, он настолько ближний, что он видел практически полностью на весь рост и лицо видел своего противника, своего оппонента, и видел, что, ну, калибр 5,45 неэффективный. Это его личный опыт. Не уважать или не признавать это будет вообще тупо и вообще ни в какие ворота. Соответственно, брат перешёл на калибр 7,62. Вот он сейчас пользуется АК-104. Абсолютно. Это правильно. Он попробовал, он перешёл. Я в такой, в такую ситуацию не попадал. И иншаллах не попаду. Я работаю чуть издалека. Вот так вот. Ну, работал, по крайней мере. Ну, когда ты не можешь это, как тебе сказать. Короче, мне такое не попадалось, и я как бы остаюсь на пятёрке. Мне нравится пятёрка. И как я вам объяснил ранее, от 5,45 и 5,56 раньше я хотел два ствола, короткий и длинный. Сейчас то же самое. Вот это вот желание иметь короткий ствол и длинный ствол. Вот так вот оставать. Почему именно тюльпан и короткий вот это вот. Ну, допустим, вот у меня сейчас есть самый длинный ствол в калибре 5,45. Данным стволом я очень доволен. Очень мне он нравится. Всё хорошо. Но он не всегда везде нужен. Он большой. но калибр 5,45. Здесь тоже калибр 5,45. Если, допустим, у тебя есть задача, ты берешь с собой одну винтовку, ты берешь одну и ту же разгрузку, берешь этот автомат, когда ты берешь с собой винтовку. Когда ты идешь как второй номер, который должен прикрывать группу свою, вот тогда берешь длинный ствол. Калибр остается один и тоже. Магазины остаются одни и тоже. Вот это вот две вещи, я думаю, очень. Но хотя некоторые люди могут сказать, и они, я думаю, будут правы, если они скажут, что АК-74М или АК-74 это есть золотая середина между этим и этим. То есть он очень ненамного уступает РПК в скорости и просто бешено превосходит вот данный образец. Можно также сказать, что если у нас наличие было бы АК-105 тоже был бы вариант золотая середина. Но в данный момент у нас есть это и это и АК-74М. Я думаю, АК-74М и все-таки это есть золотая середина. люди которые увлекаются вот такой ерундой как я. Я хочу чтобы у меня и РПК был и чтобы у меня и этот был. Вот такой человек просто душа она требует и я надеюсь вы согласитесь со мной я у вас денег не прошу ничего не прошу короче все равно ценник здесь ужасный он стоит как внимание без обвеса он стоит как 5 РПК в калибре 5.45 а в калибре 7.62 тюльпан можно где-то я думаю штук 20 РПК 7.62 купить за цену вот этого автомата но этот автомат он такой легкий он такой компактный вот сейчас я приведу следующую аналогию вот данный пистолет пулемет берета берета 12м или с 12м короче вот так вот данный пистолет пулемет под калибр 9х19 он создавался примерно для ближних боев или для полиции непонятно но мы знаем что данный калибр он используется данное время для ближних ну для обезвреживания разнопреступников для зачистки домов там таких ну именно полиции или каким-то спецподразделениям используется данный калибр он эффективен на близких дистанциях но неэффективен на дальних данный пистолет пулемет имеет свободный затвор из-за этого у него затвор очень тяжелый и само вот это вот оружие это данный пп казалось бы калибр 5.9 на 19 но очень тяжелый данный пистолет пулемет с 25 патронами весит больше чем этот автомат с этим обвесом с полным магазином весит больше примерно на 300 граммов в обвесе тюльпан с 30 патронами в магазине легче чем данный пп с 25 патронами вот это мне очень сильно понравилось особенно когда мы начали вот узи когда берешь узи у нас конечно мини узи микро узи я здесь не видел здесь обычный узи который является аналогом данного пп тоже имеет очень большой вещь тоже такой неприкольный калибр но данный автомат в совокупности с таким калибром этот ствол этот приклад эта простота все вот это вот в совокупности просто можно назвать полноценный автомат идеальный пп идеальное второе оружие сюда можно поставить вообще если сюда поставить алюминиевое цевьё которое не будет перегреваться и убрать воронку который чтобы вообще грязь внутрь не заходил чтобы оружие не перегревалась критически можно носить магазы под 45 автомат очень очень хорош точность когда много стреляем где короче большинство людей конечно они владельцы такого оружия большинство владельцев вот таких вот оружия они вообще стреляют все стреляют и я стреляю руководствуюсь вот таким вот принципом когда вот очереди стреляешь это вообще не важно точно стрелять из него тоже можно до эффективность уходит из-за отсутствия скорости из-за того что пуля не такая скоростная и из-за того что здесь пуля имеет небольшой вес и когда ну допустим в данном автомате или ну пусть будет данный автомат компенсирует легкий легкую пулю из-за своей скорости то есть энергия которая будет передаваться цели будет высокой из-за высокой скорости здесь же она будет поменьше соответственно эффективность по дальности будет меньше но мы в скором времени с братьями с албанцами которые ведут канал хотим сделать такое вот несколько несколько видео будем проверять данные калибры будем проверять этот калибр этот калибр в таком стволе в таком стволе обычно АК-74М на дистанции примерно 200-300-400-500 будем ставить листы будем ставить препятствия и смотреть насколько этот калибр эффективен но на определенных дистанциях будем конечно же стрелять используя разные оптические прицелы соответственно и будем проверять какую кучность он будет то есть вероятность каковы шансы попадать примерно в габарит в грудной габарит примерно из данного ствола и так далее все тогда нам станет ясно так как мы не супер там не большие специалисты мы стреляли из разного оружия и ну как для обычного обывателя как данный автомат будет себя вести для большинства можно сказать жителей наших территорий вот так вот надеюсь в тот момент много чего мы для себя выясним ну касаемо эффективности данного калибра на дистанциях примерно поражаемость скучность и так далее ну соответственно баллистической гель там проверять человек там никто никто не хочет чтобы нас никто не воспринимает данный калибр всерьез как зубочистка да вот как любит один брат выражаться но никто не хочет проверить на себе давай если вообще никакого страха короче никакой риска никакой угрозы они в этом калибре не видят давай мы проверим никто не соглашается а вдруг да а вдруг а вдруг из 12 всем тоже выживает вы видели это вот так вот надеюсь я вам рассказал все ненужные вещи крути чем я здесь болею и так далее но просто я думаю вам этот этот ролик выручит меня из-за того что вы увидели красивый АКС-74У надеюсь было приятно посмотреть на данный автомат в данном обвесе от ДЛГ я видел фаб-дефенс я выявил в зенитке конечно круче чем АКС-74У в зенитке вообще ничего нету никакого космобластера ничего не сравнится но это тоже неплохо ну отлично можно сказать вот так вот ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатах алейкум алейкум ва баракатах